Давно знакомый, но не так основательно, Гайкадзорский сельский округ в реальных цифрах реальной сельхозэкономики. Перед началом выездной сессии депутаты Совета муниципального образования прошли с экскурсией по участкам сельхозназначения. Всего в Гайкадзорском сельском округе 1527 дворов, то есть 1527 личных подсобных хозяйств. Значит, площадь сельскохозяйственных угодий в границах Гайкадзорского округа 2088 гектар. Из них пашня занимает 1771 гектар, 260 гектар виноградников и 18 гектар садов. Участники сессии пообщались с анапскими фермерами и предпринимателями, занятыми выращиванием овощей и винограда непосредственно в поле. Вместе у краевощных грядах, в теплицах и у виноградных рядов обсудили проблемы развития производства сельхозпродукции. Депутаты, представители санаторно-курортного комплекса обменялись контактными данными для налаживания сотрудничества о поставках овощей и ягод в здравницы. А кто-то сразу вызвал в поле своих сотрудников для предметного разговора о наполнении меню отдыхающих в анапских здравницах продукции местных сельхозпроизводителей. Интересен оказался опыт предпринимателя Ливона Топольяна по выращиванию столовых сортов винограда и созданию крестьянского подворья, как элемента только-только создающегося в Анапе сельхозтуризма. Кроме финансовых затрат, трудовые на земле работали всей семьей. Здесь надо учитывать вот этот виноградник, поверьте, сажал вместе с дочками, начиная с пяти утра, сами, все поливы, всю обрезку. То есть, это еще и колоссальный физический труд всей семьи. После знакомства с фермерами депутаты обсудили проблемы и перспективы развития сельского хозяйства на сессии. Провел пленарное заседание председатель Совета муниципального образования Леонид Кочетов. В ее работе принял участие заместитель главы администрации Олег Костенко, курирующий работу администрации сельских округов. К работе депутатов присоединились главы сельских округов, анапские фермеры и жители села. В обсуждении доклада сельхозуправления особенно активное участие приняли депутаты аграрии Ливона Домян, Геннадий Демурчев, Евгений Громыко, председатель бюджетного комитета Федор Янишогла и председатель Совета Леонид Кочетов. Они отметили важность обеспечения продовольственной безопасности страны и граждан качественными продуктами питания, внесли конкретные предложения по повышению производства сельхозпродукции, о совершенствовании политики поддержки сельхозпроизводителей, снижении издержек на логистику, хранение и переработку сельхозпродукции, о создании моторно-тракторных станций и доступе производителей к дешевым энергоресурсам. Обсудили вопросы подготовки специалистов для села и улучшения качества жизни в сельской местности, что неразделимо. Так, например, решение о включении ныне необрабатываемых полутора тысяч гектаров земель в сельхозоборот позволит создать на селе порядка 7-9 тысяч рабочих мест. Это приведет к увеличению поступлений в местный бюджет, что в свою очередь позволит увеличить ассигнование на решение социальных проблем села. Депутаты утвердили план мероприятий муниципального образования по увеличению производства в малых формах хозяйствования, плодовочной продукции, технического и столового винограда.